О, эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Сегодня мы с вами сделаем обзор игрушки, которая называется Breached, что по-английски переводится на русский как проломленный или вот можно так же аналогию привести слово брешь, да, вот есть брешь как бы это какая-то разрушенная часть или какой-то прореха какая-то какое-то нарушение целостной оболочки или чего-то Это игрушка на русском языке, она у нас в стиме недавно вышла и по описанию мне показалось что она очень интересная У нее очень необычный концепт, вроде как мы должны будем выживать на чужой планете Все это вот в таком вот очень стильном графическом исполнении сделано, даже вот в настройки мы заходим Просто посмотрите вот на эти самые тонкие настройки что не просто, знаете, ну как обычно какие-то там бегунки или что, а здесь вот прямо очень стильные такие вот шестигранники которые указывают ультра настройки low это низкие, medium или high средние или высокие В общем-то с самого начала уже что не так часто встречается игра производит в принципе хорошее впечатление даже вот этот просто надпись вы видите здесь, breached здесь такие вот как бы помехи идут то есть это уже говорит о том что игру делали со вкусом я думаю, что и по содержанию она тоже будет очень интересная и тем более, что разработчик очень милостиво подарил мне ключик от этой игры специально для того чтобы мы смогли на канале ее пройти поэтому большое спасибо разработчикам, ребята переходите, если вам игра понравится обязательно переходите в Steam, покупайте тем более сейчас идет распродажа возможно выруете ее со скидочкой ну что ж, давайте начнем новую сессию космос я обожаю космос гомеостаз 1000 обнаружено повреждение система гибернации прерывать гибернацию старт процедуры экстренного пробуждения система гибернации разбудить оператор прерывание гибернации получение доступа мы должны с вами проснуться у нас что это 2245 год 3 мая ой, не успеваю не успеваю не успеваю гибернация 5 лет то есть он что там он провел в гибернации 5 лет да, не успеваю не успеваю ее, конечно, читать слишком быстро все это короче говоря видимо наш главный герой он просыпается так, смотри 37 градусов 37,2 температура ум это что у нас 78 что-то там такое так, смотрим синхронизация в калибровка обратной связи в ага, то есть когда я двигаю двигаю мышкой то идут проценты в настройках я посмотрел там было вроде как два варианта управления одно это мышкой управлять другое это управлять клавиатурой и было написано что мы рекомендуем управлять мышкой то есть разработчики как бы заточили эту игру под управление мышкой я думаю, что мы подчинимся им используем мышь вот я кручу ей да, у нас калибровка обратной связи то есть все-таки все отлично так, сработало первый квест мы с вами прошли метод проверить память память какую-то нужно проверить получение доступа давайте сейчас будем осваиваться так, смотри выберите предпочитаемый календарь григорианский юникс виртуальный японский давайте выберем григорианский потому что мы вроде как все живем в основном по нему укажите ваш лимит интереса к жизни в годах слушайте это очень странный и необычный вопрос для игр укажите ваш лимит интереса к жизни в годах то есть сколько вам интересно жить в годах я думаю что интересно жить сто лет не больше смысла мне кажется дальше нет жить потому что на самом деле за сто лет это такой можно сказать психологический отрезок целостности от рождения до смерти в общем-то говорится что даже насекомые и животные они проживают свои недолгие жизни как допустим кот может там прожить 20 лет там или сколько по нашему летоисчислению он живет где-то 20 лет по своему летоисчислению у него проходит так же сто лет то есть сто лет это психологический отрезок для то есть стандартный отрезок жизни поэтому мы выберем вот такой вот сто лет вам нужно работать в виртуальной реальности выберите симулятор нутриенты адреналин адреналин атропы опиоиды я вообще не понимаю что это означает что нам наугад нужно как-то выбирать ну ладно адреналин это что-то наверное может быть это может быть это уровень сложности давайте выберем вот такой вот адреналин давайте проверка выполнена я не знаю на что я подписался надеюсь ничего страшного не произойдет слушайте игрушка пока что просто текстовая но она уже уже вызывает интерес так сфокусируйтесь на текст для воспроизведения используйте правую кнопку мыши для фокуса на объектах давайте ледяные а далекие ленивые кометы он быть рождением вакуума они были по рождению вакуума далекие ледяные планеты были по рождению вакуума ага отлично сработало сопоставление с образцом ошибок найдено ноль калибровка ретранслятора завершена используйте правую кнопку мыши чтобы комментировать так смотрите страшно уравнение господи страшных снах мне снилось это все когда я учился в институте на высшей математике сфокусируемся континуум это было легко да это действительно было очень легко решить такое уравнение опишите фенотип дрозофил из мутации гена СО да я без понятия смотрите значок как будто стим ну конечно это же не стим это наверное какие-то связи может быть ДНК трозофила это муха такая на биологии постоянно о ней говорили у нее не будет глаз бедняга слушайте наш главный герой не такой уж лох обнаружено попреждение черпаные запасы топлива резервный запас кислорода 8 дней запрос на добавление задачи да в описании было сказано что у вас всего 8 дней на то чтобы понять что случилось где вы кто вы и как отсюда выбраться активной задачи почини генератор прекрасно генератор кислорода сломан дышать тяжело ясно окей что нам нужно сделать ага вот синтезируй топливо я нажимаю просто на плюсик критические задания добавлены в интерфейс откачивание гибернационной жидкости окей так ладно ух ты блин а что такое происходит запотело может быть стекло мое у нас по идее идет все еще вот эта диаграмма нашего здоровья о пачки посмотрите что это закончить где мы с вами журнал мы на какой-то планете что ли я счастливчик нет серьезных повреждений мозга то есть мы как бы вроде как чтение черт сколько раз я начинал этот журнал гибернация прервалась намного раньше помощи все еще нет прервалась нам нужно как-то нажать да на нее окей произошла утечка запасов топлива хорошо что без взрыва генератор кислорода сломался дышать мне осталось 8 дней даже когда случился инцидент у меня было больше времени ага вот здесь подсвечиваются слова которыми можем как бы пояснить хорошо что игра на русском языке потому что если бы она была на английском мы бы тут наверное черт ногу бы сломал бы с этим переводом давайте выясним про инцидент что за инцидент настоящий хаос я мало что помню то есть смотрите еще какой-то выбор здесь есть то есть мы вроде как пишем этот дневник вместе с нашим главным героем слушайте это очень интересно настоящий хаос я мало что помню давайте про хаос послушаем подземные толчки буря вспышки успокойся времени мало отправить поискового поискового дрона собрать ресурсы починить убежище да это то что нам нужно сделать сейчас топливо у нас не синтезируется генератор не подчинен все лог пробуждения что у нас еще здесь есть доступно вот это какая-то штукенция я не знаю системное меню или что это боюсь честно говоря сюда куда-то нажимать потому что мы иначе потом можем потерять знаете здесь вроде как каждое нажатие оно продолжает нить повествования у нас есть лог пробуждения смотри вот причина прерывания повреждения локализация генератора кислородного больше не мана причина прерывания низкий уровень топлива понятно короче топливный реактор пуст витальные параметры восстановлены критическая задача добавлен интерфейс нейроассистента 192 часа у нас осталось все понятно короче это вот у нас день 1 последние записи лог пробуждения нам подмигивает вот здесь карта я думаю что давайте глянем посмотрим что это поверхность планеты на которой мы упали приземлились я не знаю что случилось вот что это вот такой за треугольник нажмем его я нажимаю ничего не происходит ладно хорошо так G11 сектор G11 верхушка скалы магнитная активность нет подключиться точек возврата 1 окей давайте подключимся подключение к дрону подождите так прекрасно запускаем модуль управления проверка сигнала проверка нейросвязи ох ребятки смотрите мы еще и мы еще и дроном управлять можем вы посмотрите слушайте это круто реализован то есть вроде как нас не пускают на саму поверхность но мы с помощью дрона можем здесь как-то действовать давайте осмотримся вокруг все вполне даже очень красивенько выглядит так неизвестная планета у нас показана мышка и две кнопки вроде как давайте попробуем левая у нас это лететь вперед правая а правая что это тормозить а правая скорее всего тормозить или что я не понял ладно мы пока что просто летим ой-ой-ой так а правая а что делать правая кнопка мыши я нажимаю ничего не происходит ладно дрон у нас как бы просто скользит по поверхности получается так ну хотя бы не надо регулировать высоту смотри какие-то ресурсы здесь ну-ка чё сможем взять доступен сбор прекрасно я хочу собрать давай сбор прерван режим сбора активирован давай-давай-давай собирать то есть нам нужно удерживать видимо как-то да ага всё прекрасно подобран минерал бета ячейка 1 заполнена сколько у нас 3 ячейки всего так ещё одно дерево здесь и вот ещё какие-то там штуки лират смотрите какая интересная планета здесь вроде как пустыня но непонятно ещё какие-то скалы металлы или что это какой-то минерал ладно полетели дальше к следующему месту там я думаю что мы сможем что-то собрать сразу мне это напомнило знаете игра была как же называлась Lost Lost Planet или как-то тихо-тихо-тихо тормози-тормози-тормози забыл как она называлась про космонавта который оказался на планете там и там психодел что такое происходил и там всё время какая-то женщина мерещилась и он за ней бегал что-то там забыл как называется игра но тоже похоже по сеттингу так собираем короче говоря какое-то непонятное инопланетное яйцо так что у нас капсула подобрана мы подобрали какую-то капсулу так ячейка 2 заполнена ну значит вон ещё можно пролететь туда давай 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 посмотрим если игра действительно вызовет сильный интерес то мы будем с вами её проходить потому что мне нравятся разные космические штукинсы тихо-тихо тормози такое ощущение что правая кнопка мыши тормозит мне хочется надеяться ещё какие-то обломки непонятные так остановитесь чтобы собрать ресурс давай сбор активирован поехали давай прекрасно-прекрасно всё готово три ячейки у нас заполнено подобран подобран минерал альфа проследуйте к точке возврата а она у нас кстати где отмечена точка возврата where are you может быть это та точка откуда мы прилетели ладно поехали посмотрим надеюсь с нами ничего не произойдёт с дроном очень безопасно путешествие сидишь себе спокойненько смотрите он летает офигеть а он вверх может взлетать нет он не может вверх взлетать то есть он просто парит получается над поверхностью и соответственно врезаться тоже он в эти выступы он не может круто это прикольно так давай 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 всё отлично остановитесь тихо-тихо-тихо-тихо-тихо надо остановиться ещё там в этом шаре давай-давай-давай заезжай туда на пьедестальчик оп всё тормозим всё круто внимание магнитное аномалии искажение сигнала снижение тяги господи ты боже мой давай-давай-давай улетай уже я надеюсь это она телепортируется туда или что-то происходит и мы её теряем видели какое-то отключение дрона подождите о боже кто-то напал у нас сессия управления дронов завершена успешно а нет-нет всё нормально значит он вернулся просто я подумал что какой-то шар на нас напал капсулы 1 7 единиц минерала альфа собрали 8 единиц минерала бета первичное сканирование ресурсов выполнена капсулы доступны в хранилище минерал подготовлены к синтезу зачем они нам нужны наверное для того чтобы мы могли синтезировать топливо вот мы посмотрим в лабораторию хранилище значит у нас это что такое у нас ага вот у нас вот эти минералы как раз у нас есть вот они мы собрали что-то это гамма значит бета и это что у нас альфа наверное да реактор нам нужно их синтезировать за реакцией нужно следить сейчас мне нужен отдых понятно капсула гильдии вот мы нашли значит короче говоря эту капсулу шанс обнаружения макулерного фильтра 0% давайте вскроем капсулу посмотрим что там в ней внутри результат взлома капсулы успешно взломно получены единицы 2 металлолома 2 проводки 3 микросхемы добавлено описание содержимого капсулы прогресс задача починки генератор обновлен 20% мы генератора что ли уже починили сканер ДНК ручной дистанционный сканер ДНК новейшая технология безопасности запрещена во многих полисах к сожалению ее не успели внедрить до инцидента найдено на секторе G11 то есть у нас вот эта вот штукенция теперь есть ага ладно смотрим назад что у нас еще здесь мы по идее могли бы начать уже синтезировать топливо но мы не можем это сделать потому что он говорит что нужно наблюдать за процессом а мы должны отдохнуть что у нас журнал здесь журнал ничего в общем-то не изменилось карта тоже ничего не изменилось мне кажется нам нужно закончить день смотрите то есть 8 дней у нас то есть мы уже день как будто с вами уже потеряли то есть останется всего лишь неделя ладно заканчиваем день и посмотрим что произойдет дальше 4 мая 2245 года резервы 7 дней генератор кислорода сломан запасы топлива отсутствует как это печально ну что похоже уже начинается непосредственно сама игра что он с журналом карта это неактивно то есть мы должны вроде как на эту планету навести сейчас окей ладно давайте посмотрим снаружи все еще пустыня я потерял доступ к вчерашнему сектору скорее всего из-за той аномалии пустыня или аномалия давайте про аномалию они стали агрессивнее главное держать себя в руках и не приближаться к ним сейчас мне не нужны приступы погоди о чем он говорит кто стал агрессивнее электромагнитные сканеры сходят с ума связь едва работает это очень странно надеюсь получится подключиться к другим секторам иначе я в тупике так смотри-ка интересно ага сканеры спасение учет мусора что это такое 2236 так смотри у нас несколько вроде как появилось здесь а в сканерах была видимо информация какая-то день второй давайте почитаем это у нас уже было спасение вот слава гибсону тут весель электромагнитный сканер я перенастроил его чтобы следить за аномальной активностью вылазки теперь безопаснее прекрасно и 2233 это и так тут есть климатические датчики давление температура освещение скорость света и сканер электромагнитной активности бесполезно и хэштеги смотрите есть мы можем по по климату отсортировать да сканеры буря утихла буря окончательно утихла столько лет сколько лет прошло кругом одни руины даже ландшафт изменился то теперь все видно я почти привык жить с одним радиатором снаружи ад солнце не видно но температура такая что обшивка скоро плавится нет смысла пускать дронов сейчас хорошо что я внутри насколько я понимаю это все вот по годам рассортировано потому что у нас какой там 45 год был а это 2240 и 36 это 33 то есть получается самые новые они наверху время берет свое погоди ага пыль и радиация температура дело свое дело теряю доступ к секторам не уверен что техника работает исправно так ладно вроде как бы мы с вами все прочитали все прочитали это тоже мы прочитали последние записи все понятно в общем-то почини генератор нам показывают давайте попробуем из-за разгерметизации повредился генератор кислорода в системе остался резервный запас но его не хватит надолго запчасти для починки можно извлечь из почтовых капсул разбросаны по пустоши помню что их взлом занимает много времени то есть еще и время мы с вами будем терять это чем-то похоже на лондар сперва нужно найти достаточно деталей понятно деталей у нас конечно же нет ну что будем делать надо будет наверное идти опять искать смотрите у нас еще несколько секторов для исследования вот здесь-то уже начинается выбор раньше там конечно просто давали один сектор и все иди туда больше некуда здесь уже дается выбор определенный значит нам нужно будет решить куда мы отправимся F6 E19 D13 мне нравится мне нравится F6 давайте сходим в F6 ландшафт-кратер активность магнитная высокая кстати высокая активность поэтому может быть проблема можем просто потерять свой дрон а что у нас здесь тихо здесь у нас средняя магнитная активность и здесь у нас тоже средняя магнитная активность точек возврата 3 а здесь точек возврата 3 и также минералы смотрите здесь это видимо в процентах или как-то что содержится вроде как то что мы можем найти там минералов мало непонятно там не совсем то проценты какие-то так ладно давайте давайте начнем наверное я не хочу идти в 6 потому что высокая магнитная активность я боюсь что мы потеряем просто свой дрон давайте не будем лезть на ржон пойдем в d13 тогда он вроде как рядом с нами где-то был с точкой нашего последнего исследования подключение к дрону подождите игра дверь и она представляет собой в основном текстовой как быть текстовые какие-то вещи но и также вот такие вот вылазки с помощью дронов еще имеется так все родина работает аудиоканал работает давайте теперь искать то есть я думаю что здесь уже ничего подсвечено так не будет смотреть там кита поля это планета она была обитаема как главный герой говорит что здесь была буря долгое время и после этого пуль когда буря стихла то здесь уже остались одни руины на двигаться на двигаться и исследовать потому что здесь нам уже за ручку никто нас водить ум мудре остановилась никто уже за ручку водить не будет будем с вами сейчас сами летать и исследовать какие-то нам нужны ископаемые тихо-тихо спокойно не разгоняемся я еще все равно существует некая такое как бы опасение что мы можем разогнаться куда-то упасть и разбиться тихо смотрите огромная здесь территория огромная территория какой-то комплекс здесь поехали посмотрим так посмотрите он как бы не врезается он вроде как плавно их огибает все вот эти ох смотри смотри сколько здесь всего подожди а чуть-то за шарики такие не опасно если подлечу они меня как зарвут тихо тихо слышите да мне кажется что это хороший знак мне кажется что это хороший знак я боюсь что вот эти штуки это бомбы какие-то лучше я к ним приближаться не буду тихо-тихо-тихо я понял я понял я понял что это такое это магниты они меня притягивают черт господи давай 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 дрон пожалуйста вырывайся надо вырваться надо как-то вырваться то есть это реально это это сгустки магнитов которые меня притягивают офигеть черт блин мы его что потеряли а сколько у нас дронов этих еще оказывается что их мало зачем я туда сунулся ну видите полет окончен в режиме причина электромагнитной аномалии результат полета нулевой в общем-то профукали мы просто все профукали сколько у нас дронов таких осталось боже мой но я видит бог я просто не знал я просто не знал что нас там может ждать давайте отправимся снова туда посмотрим я уж близко не буду подлетать но вы видели что там какая-то вот скала минерала была подожди мы в той же точке высадились не мы в другой точке высадились мы прям возле этих штук высадились так или нет или вообще-то или она здесь процедурно как-то генерируется каждый раз давайте теперь осторожненько полетим я уже не буду подбегать близко к этим магнитом все-таки магниты все-таки это чертовы магниты которые меня уничтожили а сюда мы можем сейчас проникнуть нет это вряд ли это было бы слишком шикарно мы могли еще и здание проникать и там что-то исследовать давайте-ка осмотримся что у нас здесь вот там наверху я вижу вон наверху я вижу какие-то вроде как вроде какие-то минералы а вон вижу вижу все все смотрите захватила но он там еще на горе есть у нас слева магнитная какая-то хрень я туда не хочу лететь а мы полетим вот сюда к минералам аккуратненько аккуратненько близко главного к той штуке золотой не подходим тихо давай дрон давай дрон смотрите он практически по вертикальным стенам может собираться прекрасно все тихо давай 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 собираем ресурс обалдеть опять какое-то искажение сигнала пошло кажется надо валить отсюда все валим 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 уезжаем 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 пока нас не притянуло ничто это что у нас тоже минерал до минерал слушай что происходит то я же вроде я же вроде далеко уехал от этой штуки же смотри там какая-то хрень еще и там такое происходит что за черная штукенция она движется нет вообще что он на меня идет нафиг я пошел отсюда валим валим дрон дрон давай уходить уходите дорогой сваливаем оттуда поскорее мы уже один раз напоролись что за помехи поставили сигнала магнитное поле стабильно все слава богу да действительно какая-то хрень за мной сейчас начала гоняться черное страшное абсолютно непонятное так смотри-ка пойдем еще минералов поищем здесь все-таки идея в том чтобы нужно собирать ресурсы вот-вот о вижу 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 надеюсь здесь ничего еще такого не выпрыгнет опасного то о смотри-ка целых два месторождения минералов давай-ка соберем сейчас быстренько тихо зад все собираем 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 то здесь сбор как бы минералов всяких ресурсов прекрасно прекрасно летим дальше летим дальше давай давай это выбирайся и также мы должны понять что произошло мы должны понять что за буря что за инцидент кто наверное видимо за нами охотятся и как нам вообще выбраться отсюда нас три ячейки заполнена я предлагаю валить отсюда поскорей потому что мы все равно уже ничего собрать не с вон она черная хрень это это черная хрень и за мной летит божечки божечки давай 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 где у нас . . где выхода . выхода была где-то здесь где-то она была здесь быстро быстро-это по-любому за мной едет проследуйте в точки возврата да 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 я я как раз туда и отправляюсь ввод она вот она . возврата чуть не нарвались так давай-давай тормозим 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 быстрей быстро быстрей быстрее давай запрыгивать туда все прекрасно прекрасно все уходим . нет вот это . возрата все я вижу 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 то есть не каждый вот этот Вот этот пьедестал, он является точкой возврата для нас. Все, уходим, 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 уходим. Эта штука за нами не летит, интересно? Да, тут, смотрите, вообще огромные территории для исследования. Сессия управления дроном завершена. Успешно, 9 единиц минерала Альфаса мы собрали. Первичное сканирование ресурсов выполнено. Понятно, в общем-то, все стандартно. Так, ну мы с вами, в общем-то, один полет профукали. Может быть, дронов у нас бесконечное количество? Мы просто время как бы теряем, если мы. Как-то не очень. Смотрите, закончите день, мы можем закончить день, чтобы у нас... Это что у нас? Видимо, наша энергия какая-то. Сила. А что если мы еще один слетаем? Давайте слетаем. У меня слишком мало сил для сеанса нейросвязи с дроном. А-а-а! Понятно, каким образом, короче, он управляет дроном. Он, видимо, по нейроинтерфейсу подключается к нему и, соответственно, видит все, что видит дрон. И может как-то своей силой, своей мыслью управлять им. Понятно, то есть в любом случае у нас не остается времени больше ни на что, кроме как на отдых. Посмотрим, что в журнале. Ничего не добавилось. Нет, ничего. В лаборатории. В лаборатории просто у нас идет накопление минералов. Мы собрали альфа-минерал. Сколько у нас получается его? Почему-то не написано здесь. Это что такое? За реакцией нужно следить. Сейчас мне нужно отдых. Понятно. То есть мы, наверное, будем с вами... А, вот здесь мы определяем, сколько бета-минерала, сколько альфа-минерала, сколько гамма-минерала. Ставим вот здесь по шкале. И, соответственно, синтезируем определенное топливо. Я так полагаю, что пропорции нам тоже никто на блюдечке из голубой каемочки не принесет. Надо будет искать самим. Давайте закончим тогда этот день и посмотрим. Резервы 6 дней. Ребята, все очень плохо. 5 мая 2245 года. Журнал. Для синтеза топлива мне нужно больше минералов. Ага, понятно. В числе сгоревших модулей оказался химический анализатор. Придется работать вслепую. Хорошо, хоть в запасе осталось немного кристаллов. Так, модуль, сгоревшие модули и немного кристаллы. Я даже не знаю. Давайте про модули спросим. Потому что нам нужно что-то узнать про них. Сканеры оплавились. Радиатор на грани. Сбилась индексация в дневнике. Худшее. Сломался генератор кислорода. Экосистема убежит все еще стабильна. Так. Что у нас? Реактор. Модули. Модули. Ага, вот добавились. Смотрите-ка. Добавились у нас записи по хэштегу модули. Для синтеза топлива. Так, это мы с вами уже прочитали. Так. Буря утихла. Спасение. А, а. Аугу. Ау. Аугментации. Нейроассистент улучшает работу коры мозга. После гибернации часть моей нейрона погибла. Так, что мне это пригодится. Использование как костюма. Экзо костюма неизбежно. Это будет болезненно. Так. Учет мусора. Снаружи это мы все смотрели. Когнитивный контроль. Каждое пробуждение дается все сложнее. Настроил когнитивную проверку через нейроассистента. Визуализировал витальные параметры и нейрофизический потенциал. Это должно помочь. Так. Все остальные вроде как логи мы с вами читали. И что у нас по хэштегам-то мы еще можем, кстати, посмотреть. Этих модулей, да? По модулям. Так. Модули это мы смотрели уже. Назад. А еще какой-то хэштег у нас был. Наверное, больше уже ничего интересного мы не найдем. Так. Больше записи не найдено. Окей. Все ясно. Давайте посмотрим на карту. Теперь мы можем отправиться в еще какие-то места. А я не хочу отправляться в F6. Потому что там высокая магнитная активность. А почему так дергается изображение? Что не так? Со мной что не так? Новый сектор у нас здесь. Е-19 появился. А он, кстати, был. И в D-13 мы тоже можем слетать. Давайте-ка в Е-19 мы там еще не были. Съездем, посмотрим. В какой-то каньон мы с вами опустимся. Глянем, что там с ним происходит. Нигде не ведется счет дронам. Поэтому я полагаю, что они бесконечны. Мы просто будем пользоваться ими. Так, смотри-ка, что у нас здесь. Ох, а здесь темно. А, нет, все, смотри, вот свет появился. Да будет свет, сказал. Кто-то там, создатель игры. Так, ну что, поехали. Будем сейчас летать осторожненько летать. Аккуратненько будем осматриваться. Будем, если что, избегать прямых контактов с неизвестной хренью. Потому что нам потери дронов не нужны. Нам нужны минералы. И нам нужен, кстати, вот этот вот золотой, как он там, гамма-минерал. У нас вообще его нет. Он понадобится. Ох, ты смотри, это что ж... Это что за дом на ножках? Обалдеть, куб. Это куб. Будем слетать туда посмотреть. Давайте подберемся поближе. Я вижу уже вот эти золотые магниты, которые нас в первый раз уничтожили. Надо держать ухо востро. Я к ним не должен слишком быстро близко подходить. Так. Время не ограничено, поэтому, в принципе, можем летать сколько угодно, насколько я понимаю. Важно просто не сдохнуть. Прикольно. Ох, прикольно. Похоже на Марс, который изображали в фильмах 90-х годов. Тихо-тихо. Смотри, там что-то летает. Твою ж налево. Там что-то летает. Мне кажется, что это враждебные живые существа. Подлетим, узнаем. Вряд ли, вряд ли, вряд ли это стоит делать. Потому что, смотрите, видимо, несколько классов здесь врагов есть, опасностей. Смотри, вон там вроде как можно наверх подняться. Может, попробуем наверх подняться? На эту гору как-то? Не, ну он сюда не полетит, конечно. Как он на эту гору полетит? Ага. Несколько классов опасностей есть. То есть, желтые просто, это статичные магниты. Зеленые, это, видимо, те, которые двигаются. И также у нас еще есть какая-то черная ерунда, которая за нами летает. И очень недоволен нашим присутствием. Я не уверен, что нам есть резон туда идти. А может быть и есть резон. Я боюсь, сейчас мы полетим с вами. Потом начнем убегать от этой зеленой хрени. Она погонится за нами. Мы залетим с вами в тупик. И нам придет конец. Ладно. Смотри, вон еще одна вылетает. Еще одна вылетает, падла. Заметила меня, нет? В общем-то заднего хода здесь нет. Не совсем понятно для чего, честно говоря, нужна правая кнопка мыши. Вроде как бы я... Да, правая кнопка мыши, она тормозит просто. Понятно. Если мы просто отпускаем газ, тогда наш дрон, он медленно так вот как бы накатом летит. Если правую, то он резко сбрасывает скорость. Ладно, теперь хоть с этим разобрались. Ну что, исследуем. Исследуем эту планету. У нас по-прежнему три ячейки всего лишь. Пока вроде тихо, спокойно здесь. Эй, враги! Смотри, не понял. Я прям сквозь скалу пролетел. Это как? Ох, смотри-ка, что у нас здесь. Что у нас здесь? Ух, да здесь целый комплекс. И там вот эти зеленые штуки летают. Ой-ой-ой, чувствую, нам придется к ним идти. Придется от них убегать. Так, давай посмотрим. Ох, смотри, там какая-то дверь. Сможем залететь? Не, ну вряд ли. Это здесь, наверное, закрыто. Тихо-тихо, тормози, тормози. Так, ну что будем делать? Какие будут предложения? Конечно, туда мы залететь не сможем. Ну да, естественно. Ну что я рассчитывал? Есть вариант пойти вот сейчас вот так вот прямо. Так, вот наверху, смотри, там эти желтые магниты. Есть вариант просто вломиться вот к этим зеленым туда. Что будет, наверное, очень вероломно. И дерзко с нашей стороны. И, скорее всего, обречет нас на гибель. Есть вариант потихонечку вот здесь вот походить, побродить, посмотреть. Что здесь такое? Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я все понял, я все понял, я ухожу. Я здесь непрошенный гость. Мне никто не рад. Сваливаем. Надеюсь, он за мной не побежит. Надеюсь, он за мной не побежит. Все, ухожу, 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 ухожу. Все нормально, нормально, не агритесь. Так, я чуть разогнался, не на шутку. Если что, тормозить-то будем как? Давайте-ка вот здесь пройдем, посмотрим, что у нас здесь. Какие-то здесь лабиринты в каньонах. Так, что здесь ничего? Еще немножечко смущает тот факт. Ну как смущает? Он делает игру более реалистичным, но тем не менее сложнее. Аааа! Я понял, я понял, я понял. Ах, все, валим, 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 валим. Просто, просто летим прямо. Просто сейчас будем от них убегать. Для того, чтобы посмотреть, мне нужно полностью развернуть дрон. Восстанавливай сигнал. Все, смотрите, мы прорвались. Мы прорвались с вами. Куда только мы летим. О, смотри, я вижу минерал. Я вижу минерал, но до него надо добраться. И там зеленые хрени охраняют вход. Может здесь сможем залететь? Сможем залететь? Ни хрена мы не сможем здесь залететь. Или сможем? Или... Давай, 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 давай. Ползи. Ползи. Молодец. Ништяк. Тихо, тормози. Все, собираем ресурсы. Так, по-моему, что-то на искажение какое-то начинается. Сейчас кто-то, кто-то сейчас за мной прилетит. Смотри, он желтый, желтый магнит. Так, я не могу, я не могу отсюда уйти с пустыми руками. Я там, я видел еще один минерал там где-то был. Где-то был на горе, надо, надо сходить. Смотрите, я просто ослеплен жаждой сбора минералов. Давайте в сторону немножко отлетим. Ты можешь отлететь немножко в сторону? И осмотрим просто, ситуацию оцениваем. Все, тормози. Так. Так, смотрите. Короче говоря, в принципе, мы можем попробовать пробраться вот туда, к этому минералу. И у нас еще есть... Все, я больше здесь минералов не вижу. Я предлагаю аккуратненько сейчас вот прямо между вот этими сферами пробраться туда. Пробраться и попробовать собрать минерал. Давай, 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 давай. Аааа! Нет, ты меня не возьмешь, падла. Собирай, быстро собирай. Собирай тебе, говорю. Так, вроде нас не притягивают. Прекрасно, отлично. Так, у меня еще осталась одна ячейка. А, и вот еще один минерал, да, у нас есть, который мы можем по идее собрать. Ну-ка. Сможем, не сможем. Притянет эта хрень нас, нет? Давай, собирай, собирай. И мы просто свалим отсюда тогда. Все, искажение, искажение началось. Обалдеть. Сейчас какие. Сейчас мы потеряем, мы потеряем связь. Сейчас быстрей. Все, валим. Просто уходим отсюда. Просто уходим, уходим. Давай, 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 давай. Ты можешь, я знаю, знаю, знаю. Я знаю, ты сможешь выбраться отсюда. Все, прекрасно. Тянись, тянись. Отлично. Давай, давай, давай. Чуть-чуть еще. Проследую к точке возврата. Я пытаюсь, блин, она меня присасывает. Мы выбрались с вами. Мы с вами выбрались. Так, теперь надо валить отсюда. Мимо зеленых нужно как-то прошмыгнуть и убежать. А где у нас точка возврата, это самое ближайшее? Вроде как нам предлагают, типа, вот посюда идти. Давайте пройдем, посмотрим. Может быть, здесь есть точка возврата, и нам не надо будет идти опять всю дорогу назад. Блин, там мост какой-то. Вообще интересно, вообще интересно здесь. Так, я понял, понял, понял. Надо к точке возврата ехать, но всему свое время. Мы должны здесь немножко исследовать все. О, такие полеты футуристичные. Смотрите, здесь еще есть минералы. Еще есть минералы. Много минералов причем, кстати. Вообще дофига. И черные сферы. Черные сферы, которые... Они нас не любят. Они нас не любят, и лучше нам... Не пробуждать в них ненависть к нам. Давайте просто свалим отсюда сейчас. Я думаю, что если мы сейчас доберемся до точки возврата, то наша миссия будет считаться успешной, потому что мы с вами собрали три ячейки хорошего гамма-минерала. Так, где у нас зеленые были? Вот здесь, по-моему, они были зеленые. Я сейчас здесь, смотрите, просто как гром среди ясного неба. Попробую сейчас здесь сигануть. Надеюсь, я не разобьюсь. Он же должен аккуратненько спуститься, да? Ты же аккуратненько спустишься, дружище. Ты аккуратненько спустишься? А-а-а! Да, нормально, нормально. Он все аккуратно просто прошел. Сейчас мы быстро просто между ними как-то прошмыгнем. Я надеюсь, что мы в нужное место прошмыгнем. Куда нужно идти-то? О, тихо-тихо-тихо-тихо. Я понял. Вот здесь какой-то туннель. Предлагаю сюда сейчас зашкериться. Так, отлично. Здесь вроде пока что никого. Пойдем в обход. Не хочу я лезть на рожонок этим зеленым летающим штуковином. Это мне почему-то напоминает игрушку «Звездные войны». Гонки были такие. Это в самом начале, как только у меня еще компьютер появился. У нас были такие гонки по этим экзотическим планетам вселенной «Звездных войн». Очень быстро и очень динамичные там на таких смешных летательных аппаратах. Тоже очень что-то подобное было. Нужно было нестись вот так сквозь пустыни там и еще какие-то локации. Так, а где у нас точка возврата? Ага, вон у нас точка возврата. Ребят, смотрите, мы с вами почти уже долетели. Я надеюсь, нам никто не помешает, и мы сможем спокойно отсюда выбраться. Но какое-то представление мы уже получили об этом секторе. Значит, мы сможем вернуться сюда еще раз и пойти, если нам нужен будет этот минерал, можем пойти рискнуть собирать его туда. Все прекрасно. Уходим. Уходим отсюда нахрен. Все. Отлично, мы справились. Зашибок. Что у нас теперь? Что у нас там по... По минералам? Ага, сессия управления, все нормально. 12 единиц минерала гамма мы собрали. Отлично. Прекрасно вообще. Супер. У нас всего лишь 50% даже не прошло нашего времени. Лаборатория. У нас показывает гамма 12, бета у нас 8, альфа у нас 16. То есть вот там альфа была на этой горе. И что, мы можем как-то синтезировать это? Сперва мне нужно установить пропорцию. Да, пропорцию я, конечно же, не знаю. То есть смотрите, если мы синтез нажмем, у нас 30% времени уйдет на это. Так, а где мы узнаем пропорцию? Ребят, как нам это сделать? Реактор. Автономный режим. А, вот, смотри-ка, новые появились у нас здесь. Так, для синтеза мне нужно больше минералов. Это мы уже смотрели. Назад. Реактор смотрим. А, топливо закончилось. Топливо закончилось. Если бы не химический анализатор, я был бы мертв. Скормил ему пробы этих странных кристаллов. Светятся, значит, обладает энергией, так? А, он автоматически рассчитал рабочую форму для реактора. План отличный, потому что кристаллов тут полно. Добавил AR метки на терминал, чтобы не запутаться. Ладно, и у нас еще вот новый план. Ага, плохая новость. Магистраль отказала, перехожу на резервный реактор. Хорошая новость. То есть ядерного топлива оказалось больше, чем должно было быть. Ассистент сообщает. Тысяча и больше дней в режиме энергосбережения. Хватит с головой. Но это у нас, помните, 2233 год. Это идет сбор информации. Понятно. Но а какое синтезирует топливо? Как нам понять? Количество проб 0. Лучшая проба 0%. Из-за пробоины произошла утечка топлива. Для синтеза подходит кристаллы, которые растут вокруг. Нужно определить точную пропорцию трех минералов. Критические массы, которые запустят реакцию. Одна проблема. Сгорел химический анализар. Придется... Если слепую... Господи. Вот этого я боялся больше всего. Это значит, что нам придется сейчас методом проб и ошибок выставлять пропорцию. И выяснять, насколько удачное у нас топливо получится. Соответственно, наша каждая неудачная проба будет караться дополнительной вылазкой на планету. И сбором еще минералов. Блинский, блин. Как все непросто. Но, в общем-то, общее представление об игре мы получили. Я не скажу, что она дико такая, скажем так, экшонная. Здесь много действий, перестрелки какие-то. Ничего такого здесь, конечно же, нет. Есть полеты, неспешные полеты по поверхности планеты. Здесь есть стелс-элемент. Мы прячемся от этих непонятных вражеских каких-то существ разноцветных. Есть также какой-то вот сюжет, который закручен, который по крупицам помаленечку, потихонечку будет восстанавливаться. И мы поймем, что же все-таки произошло. Кто мы и как нам вообще отсюда теперь выбраться. Будем дальше синтезировать это топливо и будем пытаться найти идеальный рецепт. В любом случае, ребят, вот такая вот игрушка, которая называется Breached. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и пишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение об этой игре. И, может быть, кто-то уже поиграл в нее. Просто без спойлеров поделитесь своим мнением. Еще раз благодарю разработчика за тот ключик, который он предоставил в пользование, чтобы мы могли сделать обзор на нашем канале. В общем-то, ребят, на этом все. Наверное, с вами был Маугли. Всегда оставайтесь на высоте и пока-два!